Да, мы добавляем новую рубрику, так как приготовление напитков также требует особого мастерства, и сегодня не хочется ограничиваться мохито или джин-тоником. Своими авторскими рецептами и правильным приготовлением классики будет делиться главный бармен заведения Full. Привет, Назар! Привет! Какой у нас сегодня коктейль? Мы будем готовить вариацию на Кровавую Мэри, либо Блади Мэри, называется Мавка и Нред. Почему название коктейля Мавка и Нред? Мавка – это сказочный наш украинский персонаж, поскольку вся Мэри – это, собственно, вокруг лесов и огородов, все ингредиенты, которые есть, мы решили так и называть Мавка в Красном. Это украинская Кровавая Мэри, потому что полностью все ингредиенты здесь локальные. Он есть в меню? Да. Конкретно в этом баре? Конечно, очень популярный. Это твой авторский коктейль? Да, да. Это коктейль, с которым, по-моему, два года назад мы выиграли конкурс на лучшую Блади Мэри в Киеве. В Блади Мэри классически входит водка, сок лимона, табаско, ворчестер, соль, перец и томатный сок, больше ничего. Но мы сделаем в этом стиле, но более сложный. Для этого нам нужен качественный лед, готовим шейкеры. Такой у нас Мэри Микс мы его называем. Что в этом Мэри Микс? Два томатных сока. Основа – это сок прямого отжима, он более натуральный. Добавляем туда сельдерей, кинзу, сок лайма, немножко мёда. Но это просто суп. Мэри нужно воспринимать как суп. Действительно, как овощной, томатный, алкогольный, весёлый суп. Весёлый суп. Для этого нужно нам налить несколько шотиков. Это водка. Нужно использовать любую водку. Мы используем украинскую. На что лучше смотреть, когда покупаете водку? Это важно. Качество спирта. Можно в интернете посмотреть, какие в Украине есть госты. Чем выше по качеству, тем дороже и премиальный продукт. Хотя на аромат и на вкус он кажется одинаковый. Разница на утро. То есть, я правильно понимаю, чем дороже водка, тем она лучше? Как правило, закономерность точно прослежена. Она отличается как-то по вкусу? Вкусу сложно отличить. Сложно. Вот, допустим, в Мэри очень сложно будет отличить. Как бы, я не отличу. Но на утро качество, насколько будешь свежать себя чувствовать, зависит напрямую от того, насколько качественный спирт. Из какого он зерна сделан, либо вообще зерновая культура. Поэтому это всё... Это правда. На вкус и цвет она очень похожа. Дегустаторы понимают, которые там некоторые даже 8 из 10 угадывают водок. То есть, есть конкретно дегустаторы водки? Есть даже дегустаторы воды. Нет, но я могу отличить, например, морщинскую от русско-ветской. Сначала положено. И готовится это методом, называется throwing, бросать нужно, перебрасывать. Не охлаждать сильно, чтобы много воздуха было. Оно вот таким образом делается. Здесь лёд у нас, здесь нет льда. Ты просто перегоняешь? Перегоняю, охлаждаю, немножко насыщаю воздухом, при этом водички будет в коктейле мало. Меня успокаивает. На три вещи одновременно можно смотреть. Огонь, вода и как работаю. Назар, как долго ты работаешь барменом? В 14 лет я впервые прочитал Библию барменов. Это первая книга на постсоветском пространстве. О том, что есть бар, собственно. В 17 мне ещё наливать нельзя было, я уже работал за баром. Пить нельзя было, я наливал. Как ты пробовал? Да, как? Незаконно. Потом в 25 лет я уже в такую же, в эту книгу попал. И, собственно, сейчас... Так, подожди, в эту книгу попал? Библию барменов на развороте, да. Это француз-издатель, он делает на русском языке такую книгу. А где её выпускают? Можно ли её найти в Украине? Я не знаю, какая страна, но она переводится, она на русском печатается. Автор русскоязычный француз. 20 лет ты уже был на страницах этой книги? Нет, в 24, по-моему, или в 25. С каким коктейлем? Не с коктейлем. Просто молодой, юный. Да, молодой, дарование. Я всё время улыбаюсь на этом слове. В общем, за страсть к профессии. А сверху мы добавляем пену из шпинатного соуса и сливочного хорена. Что это? Это колбаска из баранины и телятина. И сверху мы украсим пылью из копчёных томатов. Сверху острое, снизу плотное тело с водкой. Пьётся без трубочки. Мавка и нравится. Сколько авторских коктейлей твоих в меню? Порядком 35. Как приходят идеи в создании коктейлей? Нет такого, что там ходишь и вот так, коктейль дня, что добавить. И у меня лично нет такого. Я за последнее время участвовал в 8, наверное, конкурсах, может, 10 и, в принципе, во всех выиграл. И у меня нет такого, что ходишь и думаешь. Нет, идея, она от момента рождения до полного такого приготовления может пройти полгода, может месяц, может неделя. Это просто стрельнёт, поскольку ты ходишь и думаешь на одну идею, в голове её носишь, но потом в какой-то момент раз что-то выстреливает. Но есть такое, что вот просто берёшь классический коктейль, как с этим случаем, и просто начинаешь добавлять, менять ингредиенты и просто пробовать. То есть это такой длинный путь. Да, этот коктейль прошёл путь 4 года. Рецепт 4 года дорабатывался, потому что я тоже постоянно новые вкусы себе запоминаю, и оп, сразу же вспоминаешь, куда его добавить, там туда, туда, туда. Когда профайлы увеличиваются вкусовые. Но в какой-то момент нужно сказать стоп. Ты сказал про конкурсы, фестивали. Есть ли какие-то фестивали, которыми ты гордишься? Есть ли у тебя награды? Да, давай. Могу сказать, за последние 4 года я выигрывал конкурс в другой стране ромовый, потом на чемпионате мира занимал второе место и выигрывал номинацию «Лучший ромовый коктейль» в 2014 году. Потом в 2016 вернулся обратно домой в Киев и выиграл много конкурсов. Один из них, из локальных, это на Кровавой мэри, конкурс по футпейрингу, где с Сергеем Босовичем, с поваром нужно было вместе приготовить. Мы выиграли этот конкурс, после чего сделали целое меню по футпейрингу. Родилось целый концепт. Этот конкурс по футпейрингу впервые в мире проводился именно в Украине. Так что Украина трансэнтер в этом. После этого выиграл бармен года в Украине по версии World Class. Это самый топовый конкурс в мире. Он идет не один день, а год. Огромное количество всяких вещей нужно сделать. И по сумме баллов выигрывает тот, кто больше всего везде. Многоборье в барной такой сфере. А есть такое, например, тебе дают черный ящик? Да, это моя любимая, конечно. У меня было такое, когда я в коктейль на дно положил вишенку. Там нужно было прописать, придумать на ходу. Написать ингредиенты, определенное количество, не больше, чем столько-то. Описать, как ты готовишь и гарнир. Я описал все, нужное количество ингредиентов. Написал коктейль, гарнир, вишня и положил на дно бокайло. И меня дисквалифицировали, сказав, что нужно было. Он дотронулся до жидкости, поэтому это считается ингредиентом. Но в итоге я знаю, что до этого мы шли на первом месте очень-очень плотно. Ты что-то рассказывал за кадром про Лондон. Да, недавно представлял Украину, месяц назад примерно в Лондоне. Сначала здесь отбор был, потом страны в Восточной Европе приезжают в Лондон на дистиллерию джиновую. И там готовят, собственно, все это для самых топовых в мире жюри. И нужно было представить не коктейль, а концепт. Концепт напитка. Я придумал новый термин. Они сначала так, британцы, они очень так, в смысле ты придумал новый термин. Я, ну, буквально, мне расскажи. Я говорю, не могу, через два дня конкурс расскажу, как вы меня потом оценивать будете. Они, то есть, если этот термин будет хорош, то мы там один бар-небожитель, который до сих пор там больше ста лет уже существует. И они говорят, значит, мы в своем баре, который, в этом баре есть музей этому бару посвященный. То есть они вообще, как Кирилл и Мефодий, только в барной сфере. И, значит, ну, правда, то есть все в рейтинге им все равно, потому что они есть. И, как бы, пока они будут, пока мир крутится, и этот бар будет существовать, они вне конкуренции. И он так, с британской, это, если он будет хорош, этот термин, он актуален, значит, мне в нашем баре нужно будет его применять. И я, да? Окей, я уже понимаю, как он черную книжку достает, и там какого-то из первого, из первого ряда вычеркивает, такой, Макаров. Вот, и потом меня оценил так, что у меня отрыв от второго и третьего места, разрыв один балл. У меня отрыв от второго места был 70 баллов, рекорд-конкурс. Так, ты заинтриговал, что это такое, что это было? Drinks Come True – это конкурс, в котором нужно было показать свой креатив. То есть, что ты есть, на самом деле, что для тебя креатив. И все готовили коктейли. Я сказал, извините, сегодня коктейль готовить не буду. Я поставил бокал, взял бутылку, открыл и налил. Ничем не украшал и дал попробовать. Поскольку технологии помогают рождать новые техники приготовления, ну, вот я вам показал, как без шейкера, без смесительного стакана, без этого всего делать качественный продукт очень быстро, которому раньше нужно было там 3-4 месяца. В общем, при помощи ультразвука он готовится. Серьезно? Да, поэтому у нас сзади вот лаборатория, где сложные вещи делаются, чтобы потом максимально быстро можно было засервировать гостю. Привет еще раз, добро пожаловать в лабораторию. Центрифуга, очень интересная штука. Она разгоняется несколько тысяч оборотов в минуту и разделяет жидкости. То есть осветляет их, делает прозрачным. А вот это вакуумный дистилляционный аппарат, называется роторный испаритель. Что он делает? Вот здесь Негроний сейчас залит, Джин Кампари и Вермут. Здесь вода подогревается вот до 34 градусов и крутится. Вот этот аппарат создает внутри вакуум во всем этом стеклянном. И тут из вакуума при 34 она начинает дистиллироваться. Сюда попадает весь спирт из Негрония. А здесь будет безалкогольный Негрония. Просто мы вытягиваем из всего Негрония полностью весь алкоголь. Душу вытягиваем из Негрония. И гостям даем поностальгировать, кто за рулем. Не почувствуешь разницу, только вот спиртозности нет, а весь Негроний остался. Вот. Это очень сложная лабораторная техника, но позволяет дать супервкусы, которых раньше не было. Здесь вот мы, собственно, на этой доске все пишем. Это очень интересно. Я правильно понимаю, что, ну, там, ром такой-такой-такой-такой, водка такая-такая-такая. Ты все это пробовал? Конечно. А как я по-другому? Это то же самое, что повар, который готовит и не пробует. Это невозможно. Нет единой рецептуры, даже которую я напишу по своим ингредиентам. И она будет, вот, ты добавь столько это, столько это, и все будет. Нет. Сок лимона, у него паж меняется, кислотный баланс. У него вообще вся ароматическая составляющая меняется за день по три раза. И нужно, пробуя, готовя, каждый раз выводить чувство баланса, там, чтобы... Алкоголь, собственно, может поменяться. Он может измениться. Они рецептуру могут изменить. Поэтому мы должны пробовать отслеживать. То есть, например, вот ты говорил о том, что ты участвовал в конкурсе ромовые коктейли. И ты точно знал, что там, например, в этот коктейль у тебя идет там не первый ром, не второй, а 99-й ром. Совершенно верно, именно так. Причем там дается, спонсоры дают тебе всю линейку алкоголя, и ты из нее там выбираешь, из чего ты готовишь. Как правило, это алкоголь предоставляют, и ты можешь прорабатывать самым дорогим. И казалось бы, можно вот этот вот Rolls-Royce взять и вот на в коктейль. Но мне я взял середину, средний, то есть, вот прям 50% серединка, и приготовил коктейль с ним. И выиграл. То есть, ромовый коктейль лучше именно выиграл не тот, который с самым дорогим ромом. Потому что я объяснил, зачем именно этот, почему другой не подходит, и почему именно такие ингредиенты и такой метод. Все сошлось, и вот поставили высокие оценки. Как быть барменом и не спиться? Так. Нет, ну серьезно, вот ты сейчас говоришь, я, значит, там есть 100 вариаций рома, я их все попробовал, столько же водки, столько же там джина. Ну я же не пробую сейчас, подождите, открылку, и пол-литра, нет. Но все равно нужно вот этот коктейль попробовать, вот этот коктейль, вот этот. Как не посадить печень? Есть поговорка, мудрость в вине, здоровье в воде. Просто на каждый бокал, к примеру, вина, нужно выпивать стаканчик воды. Это лучшее в мире средство, это именно вода, она помогает все процессы ускорить. Серьезно? То есть, я не должна ездить на детокс? Нет, не надо. Я просто выпиваю этот коктейль, столько же воды. Я выпиваю этот коктейль, столько же воды. Воды люди, то есть, три коктейля выпивают, три стакана воды выпивают. На утро в два раза себя вообще бодрее чувствуешь. Как быть с водкой? В плане? Ну, к примеру, рюмка водки, сколько воды нужно? На столе, которая... Наталья, немножко лепся. Ну, на рюмку водки стаканчик воды точно нужен. И так как у повара главный ингредиент это огонь и разной температуры, у бармена лед и разный лед, поэтому коктейль, он не живет час, он живет 10, максимум 15 минут. Пробуй. Чирс. Продолжение следует...